Буквально через неделю это помещение полностью преобразится. Здесь появятся удобные кресла, журнальные столики и информационные стенды, где будет размещена подробная информация о правилах посещения больных в реанимационном отделении Видновской районной клинической больницы. К этому мы уже давно готовились, и на сегодняшний день мы на финишной прямой. То есть мы сейчас разрабатываем алгоритм, как надо посетителям вести себя в реанимации, готовим реанимацию к посетителям. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем это организовать. Работа осуществляется благодаря региональной программе, которую в пилотной версии запустило Министерство здравоохранения Московской области. В нее вошли три медицинских учреждения, в том числе и Видновская больница. Ознакомившись с информацией, близкие больных смогут проходить в отделение. Простилизовав руки, в халатах и бахилах они будут допущены к пациенту. Пациенты у нас бывают очень тяжелые, и это горе бывает у родственников. Соответственно, им необходимо максимально создать комфорт и возможность именно пообщаться, потому что это может и помочь пациенту в лечении в таких серьезных ситуациях. Ну и если даже, как говорится, нельзя его вылечить, то не значит, что нельзя ему помочь. Для максимального комфорта и возможности уединения с близкими вокруг каждой шести кроватей повесят специальные шторы, которые отделят пространство пациента. Больной человеку нужен покой, ему нужна какая-то уединенность, и в то же время он будет доступен. Поэтому я думаю, что это будет очень хорошо. Николай Краснов лежит в реанимации уже четверо суток. За это время его посетили только раз. Супруги ненадолго разрешили прийти к мужу. Услышав о нововведении, пациент, как и многие, увидел в нем одни плюсы. Вы желаете, чтобы вас посетили здесь родственники? Да, конечно. Я очень этого хочу, и мне будет этого очень приятно. И я думаю, что не только мне будет приятно, и остальным больным. Несмотря на то, что на территории Винновской больницы уже шесть лет находится храм, для реанимационных больных решили организовать отдельное помещение, куда будет приходить священнослужитель. Побеседовать с батюшкой смогут и посетители. Особых нововведений с моей стороны не будет, потому что я всегда был доступен. И будет, я думаю, что так и сейчас. Просто дополнительно появится какая-то такая функция. Может быть, еще беседы именно с родственниками, утешение родственников. Посетить больных можно будет с 15 до 19 часов. В тяжелом состоянии пациента круглосуточно. Юлия Погосян, Владимир Вижонов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.